я не буду повторять лекцию я буду те понятия которые используются прямо по ходу дела комментировать единственное определение которое я вам напомню это определение собственно самого случайного процесса самого случайного процесса значит случайный процесс это ну в нашем случае совсем все просто семейства случайных величин кси от т да дать я тут вот здесь напишу они все из одного омега в r до считаем мы что ты пробегает некое ажурное множество т большое до семейства случайных величин мы считаем все их заданных на одном вероятностном пространстве и аргумент случайный аргумент этой величины лежит в одном и том же омега где т мы считаем под множеством действительной прямой но содержащие бесконечное множество действительных чисел на то есть мы считаем что ты у нас это ты маленькая это действительное число но таких-то маленьких должно быть бесконечно много ну по сути дела да то есть по сути дела мы имеем дело вот с таким семейством кси от т и каждая кси на самом деле функция двух аргументов до омега у нас принадлежат множеству элементарных исходов а ты принадлежит множеству т большое да то есть вот такая куча функционалов у которых два аргумента и я еще напомню два термина что если мы фиксируем омега и тогда мы получаем кси от т омега 0 как функцию но фактически из r в r да она называется траектория да такой термин и если мы фиксируем т то мы получаем случайную величину которую обозначаем просто кси от т точно так же как и случайный процесс но не указываем что ты пробегает некоторое множество ткси от т 0 ну да она получается из омега в r она называется сечение случайного процесса вот все что на данный момент нужно вспомнить из лекции все остальное я буду по ходу дела напоминать случайный процесс это семейство случайных величин если мы фиксируем один аргумент в этом семействе который по сути дела индексирует члены этого семейства да то есть разные члены этого семейства отличаются разными значениями т то мы получаем случайную величину который называется сечение а если мы фиксируем наоборот элементарный исход то есть как бы убиваем случайность в этом семействе то мы получаем обычную числовую функцию в ней нет ничего случайного и соответственно получаем то что называется траектория вот такой математический объект будет предметом нашего изучения на протяжении всего семестра и сейчас мы с вами порешаем несколько задач естественно начнем с крайне примитивных и на их примере попытаемся разобраться в природе того что мы делаем задача 1 до 1 задача устроена так пусть у нас альфа это случайная величина которая устроена следующим образом она принимает значение но вот у кальфа альфа 0 с вероятностью 1 2 а еще она принимает два других значения альфа равно единице и альфа равно минус единице с вероятностью 1 четверть ну какие-то мне надо было задать я их и задала и я задаю случайный процесс кси от т как т в степени альфа для т строго больших нуля ну понятно у меня там есть отрицательная степень поэтому т строго больше нуля нужно задание это вот это дано да а теперь что нужно найти нужно нарисовать все траектории во все возможные траектории такого случайного процесса задача вы догадывается одну как всегда первые задачи крайне примитивные но на их примере мы будем пытаться привыкать к тем конструкциям которые будем использовать тем объектам которые будут появляться в этом смысл таких задач значит для того чтобы найти траекторию нужно ну фактически знать как величина зависит от омега малого мы не знаем но и я думаю вы догадываетесь что и знать это не надо потому что зависимость от омега спрятана вот здесь случайная величина это некоторая функция на множестве элементарных исходов как она зависит от омега как я уже много раз вчера говорила никто никогда не знает вместо этого мы имеем только распределение но это тем не менее позволит нам прекрасно нарисовать все возможные траектории более того конкретные числа нас вообще не интересует конкретные числа стоящие вот здесь в правых частях равенств для вероятностей давайте порассуждаем давайте рассуждать мы берем любой элементарный исход принадлежащий вот тому никому неизвестному множеству элементарных исходов на которые задан наш случайный процесс понятно что альфа которая есть альфа от омега принимает три значения 0 но давайте я вот так напишу до 1 и минус 1 понятно да не фигурная скобка а это три возможности принять значение да то есть для каждого омега малого альфа может быть либо 0 либо единица либо минус единица и следовательно для любого омега принадлежащего омега мы имеем зависимость кси от т ну либо т в нулевой то есть единица либо т в первой либо то есть просто т либо т в минус 1 ну давайте я так напишу все-таки надо какую-то еще одну формулу приписать да для т больше нуля вот и все вот аналитическое выражение для любых траекторий понятно да что какое бы омега в мы не взяли неважно как альфа зависит от омега мы все равно попадем в один из этих трех классов траекторий ну и соответственно если нам теперь нарисовать графики то понятно что будет происходить до невелика сложность нарисовать графики кси от т да ну вот наверное придется здесь написать омега чтобы было видно что это график траектории ну что мы получаем вот у нас тут единичка да вот здесь у нас нолик здесь тоже единичка значит один тип траектории это траектории которые устроены вот так на т при любом т т у нас траектория равна идинице значение на траектории другая траектория это да это у нас все от т равно единицы Омега, да, это такие омега, для которых кси омега от t равно, это кси омега от t равно t. Ну и, наконец, есть еще одна траектория, значит, она устроена вот так, да, ну вот тут мне не очень красиво получилось, но пусть будет так. Так, кси от омега t равняется единице на t. Да, все они пересекаются в точке t равно единице. Вот получилось три класса, три возможные траектории. Никакие другие траектории невозможны. Вот это самая, наверное, неприятная траектория. Она неприятна тем, что чем ближе мы подходим к нулю, тем больше значение этой самой кси от t. Да, ну, при этом у нас t больше нуля, поэтому все t конечные, ничего нехорошего не происходит с математической точки зрения. Но в целом этот график, конечно, уходит на бесконечность при t стремящемся к нулю. Вот три класса траекторий. Причем, если мы на это дело посмотрим, то важно понимать, что как только вы фиксируете элементарный исход, вы садитесь на одну траекторию и больше с нее никуда не сползаете. Да, в самой траектории нет ничего случайного. Вот у вас такой элементарный исход, что вы оказались на траектории типа гиперболы. И ни в какой последующий момент времени вы с этой траектории не следуете, не слезаете. То есть не происходит перескока между траекториями. Никаких случайных скачков с одной траектории на другую в случайном процессе не происходит. Но тогда возникает вопрос, а где же тут случайность? Да? А где случайность? Вот я еще на теории вероятности тем, кто у меня учился, рекомендовала, если вы не понимаете, в чем заключается случайность, и вообще что с ней делать, и как с нею работать, то замените в вашей задаче слово вероятность на слово частота. И переделайте задачу из вероятностной в задачу для большого количества повторений одного и того же. Вот если вы не чувствуете, в чем случайность, всегда полезно встать на частотную интерпретацию вероятности и попытаться с точки зрения частоты посмотреть на то, что происходит. В данном случае понятно, что делать. Я на лекции говорила, давайте попробуем рассмотреть большое количество идентичных движущихся частиц. И это будут их реальные физические траектории. Тогда вот эти вероятности, которыми мы, кстати, до сих пор еще ни разу не воспользовались, вот этими конкретными значениями, одна вторая и одна четверть, они что показывают? Они показывают, что среди всей вот этой огромной массы частиц примерно половина началась, вот как бы даст свое движение в единице, и дальше никуда из нее не уходит. Понятно, да? То есть вот есть огромная куча частиц. Из них половина вообще никуда не движется, а стоит в точке с координатой единицы. Примерно четверть других частиц начинают движение из нуля и с постоянной скоростью движутся, ну вот в данном случае, направо. То есть у них координата растет пропорционально, координата вот это метры, а это секунды. Соответственно, координата растет пропорционально времени, ну и в неких условных единицах со скоростью единица. Да, вот это такие частицы, и таковых примерно четверть. Да, и наконец есть частицы, которые, ну как бы пришли откуда-то из бесконечности, да, то есть где-то в очень близкий к нулю момент времени, они находились безумно далеко, не знаю где, в другой галактике, да, и оттуда они, вот тут тоже с запредельной скоростью, да, заметно превышающей скорость света и вообще скорость всего чего угодно, да, но потом все медленнее и медленнее и медленнее, да, вот производная этой функции, да, это скорость, с которой движутся данные частицы. Ну вот, соответственно, при Т стремящемся к бесконечности скорость стремится к нулю, значит, вот здесь они летели с какой-то жуткой скоростью, и дальше они все медленнее и медленнее и медленнее приходят вот из этого своего далека в точку ноль. Вот и таких тоже четверть, да, вот эти формулы позволяют нам сделать вывод о чем? О долях тех частиц, которые, доли, да, то есть часть той части частиц, которая движется по гиперболической траектории, которые движутся по горизонтальной траектории, и те, которые движутся по линейно растущей траектории, да, вот эти формулы позволяют нам сказать, что стоят на месте примерно половина, движутся тоже примерно половина, из них половина едет с постоянной скоростью, а половина движется по гиперболической траектории, да, из оставшихся. Вот, и это предписано вот этими вероятностями, и вот в этом случайность. Причем случайность, это понятно, как она устроена, как ее можно смоделировать, да, можно представить себе, что есть некий генератор, который выбрасывает частицы трех сортов, да, такого, такого и такого. И, неважно, кто это, да, компьютер, человек, Господь Бог, случай, не знаю, да. Короче говоря, есть некий генератор, который генерирует частицы, в некий момент он, прошу прощения за ульгаризм, выплевывает вам частицу, и она движется по одной из траекторий. Получается, то, что называется, помните, я на лекции говорила, что помимо термина траектории используется термин реализация. Вот это отвечает примерно такому способу генерации, да, вот когда генератор что-то генерирует, реализуется один результат, да, вот получается реализация. А можно рассуждать, что случайность вот этого многообразия частиц образуется в результате вашего выбора. То есть есть некий такой большой ящик, и там тоже лежат много-много частиц, вы так туда не глядя, суете руку и запускаете частицу двигаться или стоять на месте. Поэтому вы как бы что-то выбираете случайным образом, и отсюда термин выборочная функция. То есть из всех возможных функций вы выбираете какую-то одну. Но для нас с вами важна физическая сторона случайного процесса, поэтому мы называем ее траекторией. И рассматриваем динамику случайного процесса именно вот как вот такое, фактически, движение во времени. Ну вот, такая задача очень простая, но мне кажется, достаточно поучительная для понимания того, что такое случайный процесс и как устроена в нем случайность. Еще раз давайте обратим внимание, что как только вы фиксируете элементарный исход и начинаете рисовать одну траекторию, у вас больше в ваших математических объектах нет никакой случайности. Вот все, что здесь нарисовано, это совершенно детерминированно. Вот вы выбрали один элементарный исход, оказались на гиперболической траектории, и все, дальше вы с нее никуда не слезете, и перепрыгивать с траектории на траекторию вы, конечно, не будете. Вот такая вот история со случайными процессами. Есть следующая задача, устроена она так. Здесь цель этой задачи, которую я буду решать, объяснить вам, что все, что делается в теории случайных процессов с точки зрения анализа случайности этого процесса, это просто обычная теория вероятностей. Нет никаких дополнительных наук, которые бы заставили вас применять себя при анализе случайных процессов. Вот на этом, с этой стороны, то есть с точки зрения исследования их случайных свойств. Значит, пусть... Следующая задача. Опять же, случайный процесс задан через некоторую случайную величину. Ню, это буква Ню, имеет равномерное на отрезке 0,1 распределение. Сейчас я, во-первых, напомню, что это, а во-вторых, ввиду обозначения. Ню принадлежит вот такому ажурному У, а здесь вот этот самый отрезок 0,1. Те, кто у меня учился в теории вероятности, те знают. Да, я постоянно применяю такого сорта обозначения для стандартных распределений. Происходит оно... Вот эта буква У происходит от латинского или, если хотите, английского слова uniform. Дальше указан отрезок, на котором распределение равномерно. Знак принадлежности можно интерпретировать так. Вот этой ажурной буквой У обозначены все на свете случайные величины, имеющие равномерное распределение. И ню – это один представитель этого семейства. Ну, а теперь давайте вспомним, по сути, что это. Плотность вероятности ню от х. Есть единица при х от 0 до 1. 0 при х больше 0. И х меньше 1. В точках 0 и 1 плотность можно не задавать. Если вам очень не нравится, поставьте где-нибудь, где хотите, не строгие неравенства. Ну и давайте я заодно все-таки напишу еще и функцию распределения. Марина, вот в таком втором случае наоборот уже зайдет. Да, спасибо, да. Х меньше 0, конечно. И х больше 1. Функция распределения, да, то есть это по определению. Вероятность того, что ню скользит меньше х, да, она равна, давайте я ее напишу, 0 при х меньших либо равных 0, х при х от 0 до 1, и единица при х больше 1. Да, то есть это такая линейно растущая функция. В данном случае функция непрерывно, да, ну, видно, да, что она состоит и заведомо непрерывных частей. И в точках, где части сшиваются, они сшиваются непрерывным образом. Слева 0, справа 0. Вот здесь слева единица, при х равном единице, и справа тоже единица. То есть, в принципе, не очень важно, где писать строгие неравенства, где не строгие. Но я написала так, как обычно пишут для нашей функции распределения, потому что она непрерывно слева. Да, я хочу, чтобы вы об этом вспомнили. Вот плотности можно не задавать ни в одной точке. Ни в одной точке нельзя не задавать. Можно не задавать в некоторых точках. А функция распределения должна быть задана в каждой точке действительной прямой. Так или иначе, она должна иметь какое-то значение. И если функция непрерывна и вот так сшивается из разных частей, то понятно, что писать строгие или не строгие неравенства, неважно, где и в какой части этой функции. Но, вообще говоря, функция распределения у нас непрерывно слева, поэтому я пишу не строгие неравенства типа меньше и строгие типа больше. Вы понимаете, да, меня, что это тесно связано с непрерывностью слева? Да, потому что если она до нуля ноль и непрерывно слева, то она и в нуле ноль. Да, поэтому я пишу неравенство так, но в данной ситуации в третий раз говорю о том, что это совершенно неважно. И дальше мы задаем, давайте я внизу, снизу напишу, случайный процесс задается вот такой формулой, нелюбимые вам и максимумы, и минимумы. Давайте привыкать, в теории случайных процессов они возникают постоянно. Максимум из т и ню для т от нуля до единиц. Вот так задан случайный процесс. То есть это число, которое равно т, если т больше ню, и равно ню, если ню больше т. Вот так устроен случайный процесс. Теперь что нужно найти? Найти нужно одномерную функцию распределения. Найти f, давайте я напишу 1, чтобы было видно, что она одномерная. Это запятая. Математическое ожидание. И ковариационную функцию. Вот эти все буковки я напомню в тот момент, когда мы до них дойдем. А это задание, просто то, что нужно найти. Итак, начинаем искать. Начинаем решать задачу. Начинаем, естественно, с определений. Одномерная функция распределения по определению. Это вероятность того, это точно такая же вероятность, только вместо ню стоит кси от т. От х т. вероятность того, что кси от т меньше х. И нам нужно найти значение этой вероятности для всех х. Абсолютно для всех х сказать, чему равна эта вероятность. А т, естественно, мы выбираем из того множества, которое нам было задано в условии задачи. Да, то есть вот для т из такого диапазона. Вот это первое, что нам нужно найти. Нам нужно найти эту вероятность. Так вот, если мы на нее внимательно посмотрим, ну, давайте я ее даже продолжу. Напишу в явном виде. Как? Мы всегда искали функцию распределения. Сначала писали определение, потом подставляли явный вид. А что еще можно здесь делать? Нам почти ничего не дано. Значит, мы имеем. Ну, давайте я буду писать вот без индекса наверху, дабы сэкономить время и место. Я получаю вероятность того, что максимум из t и ν меньше х. А теперь мы внимательно смотрим на то, что стоит под знаком вероятности. Посмотрите. Раз у нас вероятность, значит, есть какая-то случайность. Вопрос, где она? Ну, понятно, что она вот здесь. Все остальное не случайно. Ну, понятно, не сама функция максимума, ни буковка t, ни буковка х. Ничего больше здесь случайного нет. Есть только ν. Значит, это на самом деле очень простая вероятность, ассоциированная со случайной величиной ν. То есть это распределение некоторой функции от ν. Вы видите, что эта задача, в принципе, не представляет для вас ничего нового по сравнению с задачами по теории вероятности. Добоксим с этой зависимостью от t. Для вас t это просто числовой параметр. Вы уже давно учитесь математике и, наверное, привыкли решать задачи с параметрами. Это не третий, восьмой, не знаю, какой класс средней школы, когда дети пугаются задач с параметрами. Для вас вот в этой формуле t просто параметр. Вам же нужно найти значение функции распределения при каждом фиксированном х и при каждом фиксированном t. Значит, вы фиксируете t, фиксируете х, ищите эту вероятность. И, соответственно, вам нужно найти, по сути, вероятность того, что некоторая функция от ν будет меньше х. Да, где? g от ν. Я специально не буду писать у нее, вообще она зависит от t, и хорошо было бы, знаете, как зависимость от параметра вот тут индексом поставить. Но я не буду ее писать, чтобы он вам голову не морочил. Это просто максимум из t и ν. И t у нас принадлежит отрезку 0,1, и оно фиксировано, просто фиксировано. Каким? На каком-то значении. И все. Обычная функция, ничего экзотического в ней нет. Соответственно, мы можем пользоваться стандартными алгоритмами расчета распределения случайных величин, которые заданы как функции от других случайных величин. Ничего здесь нового нет. Я всегда рекомендую, если есть возможность нарисовать график вот этой функции, то его нарисовать. Ну, просто так задача станет решать совсем просто. Если нет возможности нарисовать, тогда, конечно, не рисуем. Какие-то жуткие загогулистые функции, естественно, не надо изображать. Но в данном случае функция совсем простая, ее легко нарисовать. Во-первых, мы замечаем, прежде чем рисовать, давайте заметим, что у нас ν лежит между нулем и единицей с вероятностью единицы. Равномерное распределение. Если величина распределена равномерно, то все ее значения с вероятностью единицы сосредоточены на этом отрезке. Поэтому график я буду рисовать только для ν от нуля до единицы. Зачем мне все остальные ν, если их нет? Значит, соответственно, это g от ν, это ν, это 0, это 1. И где-то у нас t между нулем и единицей. Где-то мне ее надо поставить. Да, по природе, ну, поскольку мы ищем максимум, оно, видимо, такое же, как ν, значит, соответственно, куда-то я ставлю t. Да, и вот тут мне понадобится тоже t. Вот. Куда-то я поставила t. Это фиксированное число между нулем и единицей. Ну, я не стала загонять его в края, а поставила где-то посередке. Тогда, как приписывает нам математика, пока у меня не уменьшит t, максимум равен t. Правильно? Вот так. А потом, как только у меня ν становится больше t, максимум становится равным t. Да, вот здесь у меня. Вот так. Посмотрите, это с точки зрения случайного процесса, это что? Траектория, сечение. Ничего. Если мы бы хотели нарисовать траекторию, мы бы тоже нарисовали такой же график, но только у нас бы вот здесь стояло t, а здесь ν. Вот эта картина, она не имеет никакого отражения в терминологии случайных процессов. Это картина, которая нарисована для нашего удобства. И что я получаю? Глядя на эту картину, я сразу вижу, что g от ν у меня лежит между t и единицей. Ну, для любого ν или с вероятностью единица. А отсюда я сразу делаю вывод, что функция распределения g от ν, которая и есть та самая вероятность в точке x, вероятность того, что g от ν меньше x, я сразу могу сказать, чему она равна, ну, так сказать, на краях, за пределами этого сегмента. Да, ну-ка, скажите-ка мне, уважаемые студенты, чему она равна при x меньших t? Нулю. А чему она равна, и значит, в точке t тоже. Я еще раз напоминаю, t фиксированный числовой параметр. Если у нас до t был 0, то в силу непрерывности слева у нас будет и в t тоже 0. А если я заберусь x за единицу, то что я получу? Единицу. Это общее правило. Напоминаю вам, да, что если у вас случайная величина сосредоточена на некотором отрезке, то слева от этого отрезка функция распределения всегда 0, и в левом конце тоже в силу непрерывности слева. А справа от этого отрезка функция всегда единица. А вот с краешком отрезка будьте осторожны, там может быть разрыв, поэтому, как обычно предписывает правило, неравенство типа больше для функции распределения оставляем строгий, а эту пока пишем не строгую. То есть не пока, а наоборот. Эту сразу можно писать не строгую, а эту пока оставим в таком виде. Посмотрим, что получится. Единственное, у нас остался интересный диапазон, это как раз вот x, ну, естественно, в этом же сегменте. В сегменте, значит, пусть у меня x тот, который остался, от t до единицы, и тогда меня интересует вероятность того, что g от nu меньше x. Зачем я говорю, что надо нарисовать график? Ну, во-первых, мы сразу увидели, в каком диапазоне лежит наша g от nu. А еще мы можем вот это неравенство попытаться изобразить на этой картинке. Как обычно, вот тут я ставлю уровень x для x от 0 до t. И меня интересует прообраз множества, для которого g от nu меньше x. Ну, то есть те значения nu, при которых g от nu меньше x. Ну, понятно, что если я посмотрю, какие nu породили такое вот, вот, значит, вот, ну, как бы, да, мне ее надо как-то нарисовать, ну, давайте я вот-вот-вот такие загогульные поставлю, да. Да, вот эта часть графика, которая лежит ниже уровня x. Еще раз напоминаю, x тоже фиксированное действительное число, да. То есть это вот число, оно написано в неком диапазоне, но когда мы считаем вероятность, мы считаем его фиксированным. Значит, соответственно, вот эта часть графика лежит ниже уровня x. Ей отвечает вот эта вот кучка значений nu, причем в силу вида этого графика понятно, что здесь тоже x. Да, у вас же прямая, которая здесь нарисована, да, вот эта прямая. Если тоненько нарисовать, то это прямая nu, g равно nu, да, вот это. Соответственно, отсюда я сразу получаю ответ. Значит, вероятность того, что g от nu меньше x, это вероятность того, что nu меньше x. Ну, в общем, на самом деле, можно было это сообразить и сразу, да, не прибегая ни к каким картинкам. Когда максимум меньше x? Когда обе, да, аргумента меньше x? Так вот, t у вас заведомо меньше x, ну, просто потому что вы такие x и рассматриваете. Значит, условие остается на nu. Ну, вот и получается, да. Вероятность nu меньше x, это x. Так как мы написали в самом начале, у нас равномерное распределение. И, соответственно, мы получаем функцию распределением. Да? Функция распределением. Одномерная функция распределения. Я уже вернусь к нашим старым обозначениям, да, мы же это искали. Ну, что мы получаем? Ноль при x меньшем либо равном t. x при x от 0 до 1, ой, от t до 1, да. И единица при x большем единице. Неудачный пример, но... Сейчас объясню, почему неудачный, но тем не менее, ладно, все равно на нем покажу. Вот получился ответ в нашей задаче. И опять же, я всегда рекомендую, если есть возможность нарисовать график функции распределения как функцию от x, t считаем фиксированным и рисуем график как функцию от x. Нарисуйте. Если у вас есть такая возможность, если вид этой функции не очень сложный, попробуйте ее изобразить на графике как функцию от x. Зачем это нужно, если еще не догадались, я чуть позже скажу. Значит, вот я рисую функцию распределения, да, вот у меня x, f от x, t, да, я рисую как функцию от x, вот у меня t, да, и что я получаю? Я получаю ноль вот так, да, дальше единица, здесь тоже единица, дальше у меня вот здесь скачок, здесь t, да, левое предельное значение, правое предельное значение, вот здесь t, и дальше она вот так вот монотонно растет без, ну и дальше сюда. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что значение функции распределения должно быть задано в каждой точке действительной прямой. То есть не надо рисовать кусочки этой функции. В каждом конкретном x должно быть ясно, чему равна f от x, t. Вот здесь она равна нулю, вот здесь она лежит на этой прямой, а здесь она равна единице. И если посмотреть на график этой функции, зачем нужно рисовать график? Чтобы посмотреть, к какому типу распределения принадлежит ваша случайная величина. Вам же дальше надо будет считать математическое ожидание? Да, ваше задание такое, да, найти математическое ожидание. Так вот, для подсчета математического ожидания вообще хорошо бы понять, что там должно в нем присутствовать, сумма или интеграл. А ответ на этот вопрос дается видом функции распределения. Вот если у вас функция распределения непрерывна, то значит вы будете считать математическое ожидание как интеграл от плотности вероятности. У нас такое упрощенное представление, что все функции распределения, которые не имеют разрывов, допускают производные, ну, во всех точках, кроме, быть может, некоторых. И тогда это производные есть плотность вероятности, и, соответственно, математическое ожидание есть интеграл. Я сейчас напишу формулу, я хочу вам слова напомнить, да, чтобы вы вспомнили теорию вероятностей. Если у вас у функции есть скачки, то значит эти скачки будут вносить такие дискретные вклады в математическое ожидание. Если у вас только скачки, да, то есть функция такими ступеньками, как часто бывает, то тогда все математическое ожидание будет состоять из отдельных слагаемых. Но в данной ситуации это наш случайный процесс, сечение случайного процесса, да, то есть случайный процесс при фиксированном t, сечение случайного процесса. Это случайная величина. Так вот, если говорить о типе распределения сечения, то я даже не знаю, как его назвать, вот я его называла комбинированным типом или смешанным, да, потому что у графика функции распределения есть скачок и есть кусочек, на котором не нулевая производная. То есть это такая помесь. С одной стороны у нее скачки, как вот у ступенечек дискретного распределения, а с другой стороны у нее не нулевая производная, как у абсолютно непрерывно распределенной случайной величины. Соответственно, математическое ожидание по вполне понятным причинам будет содержать две части. Одна часть, связанная вот с этим скачком, это просто дискретное слагаемое, а вторая часть, связанная с наличием непрерывной производной. Давайте я определю функцию. Я не хочу, чтобы она совпадала по обозначению с плотностью вероятности, потому что данная случайная величина не имеет плотности вероятности. Вот из-за этого скачка. Но я введу функцию, которая на плотность вероятности похожа. Да, я скажу, что это df, у меня функция теперь двух переменных, надо писать частный и производный. pdx в точке xt для x от 0 до t. Я не буду ставить края, неохота мне с этим связываться, тем более, что там совершенно очевидно разрыв этой производной. Вот здесь производная 0, и здесь производная 0, а по прямой, когда будете ходить, не 0. Поэтому я не буду включать 0 и t, меня это мало интересует. И тогда, соответственно, мое математическое ожидание будет математическим ожиданием, будет устроено так. Это будет, ну, фактически точка скачка, да, это вот это t, на вероятность того, что x от t равно t. Да, вот этот скачок, я опять же хочу вам напомнить, и есть вероятность того, что x от t равно t. скачки функции распределения дают ненулевые вероятности значений случайной величины в точке t. И плюс часть, которая связана вот с таким гладким ростом, да, то есть будет интеграл по вот этому промежутку, дальше будет x на вот эту плотность. от нуля, нет, от t до единицы, да, спасибо. И здесь тоже тогда, естественно, да, от t до единицы, и здесь t, единица, p от x, t, dx. Понятно, да? Теперь усредняем значение функции с весом равным, ну, фактически вероятности принятия это значения. Вот дискретный вклад за счет ненулевой вероятности прямо в чистом виде значение на вероятность. А здесь у вас как бы значения размазаны по интервалу от t до единицы, и поэтому вместо суммы по всем значениям появляется интеграл. А вот это вот p от x dx, да, я тоже хочу вам напомнить, да, фактически это вероятность того, что кси от t, ну, давайте я тоже здесь напишу больше или равно лежит от x до x плюс dx, да, для x от t до единицы. Вот такая вот вероятность. То есть это тоже сумма по всем вероятностям, только у вас значение размазанное непрерывное, поэтому не сумма, а интеграл. Ну и все, да. Значит, у нас получается, что плотность вероятности равна единице, у нас функция распределения равна x. То есть мы будем дифференцировать по x, значит, я продолжаю эту формулу. Что я получаю? m кси от t это t на скачок, да, то есть на t, да, вот этот скачок равен t, плюс интеграл от t до единицы x на единицу dx. Производная равна единице, да, ну, в общем, большого ума не надо, получаю t квадрат плюс одна вторая единица минус t квадрат. Ну, дальше можно привести подобные слагаемые, неважно, ответ получили, да, и это все будет верно для любого t от нуля до единицы. Вот такой получился у нас ответ. И я хочу обратить ваше внимание, да, что мы делали? Мы искали одномерную функцию распределения, дальше по этой одномерной функции распределения, прямо по определению математического ожидания посчитали среднее значение нашего случайного процесса. Ну, вот оно как-то так себя ведет, да, как функция от t. Математическое ожидание должна быть обычной функцией от t, ну, вот как у нас, да, одна вторая, что там, плюс t квадрат пополам, да, вот. То есть никаких там других буквок, кроме t, в ответе не должно быть. Все вроде хорошо, все вроде нормально, так более или менее ответ достаточно правдоподобный. Но, я хочу напомнить вам еще кое о чем, да, что мы же с вами пока искали функцию распределения, мы все время говорили, что наш случайный процесс, это смотря с какого бог на него смотреть, да, если на него смотреть, как на вот функцию от t, то это случайный процесс. А мы его, когда искали эту функцию распределения, смотрели на него с другого боку и говорили, что вот эта вот конструкция, на самом деле, это функция от ню. А мы знаем, как считать математические ожидания, знаем, как считать математические ожидания случайных величин, которые заданы как функции от других случайных величин. То есть, на самом деле, можно было весь этот огород не городить. Нас просто попросили найти, да, в условии задачи сказано, найти одномерное распределение. А если бы не просили, его и не надо было бы искать. Потому что мы могли бы найти математическое ожидание, пользуясь стандартной формулой. Да, мы могли бы написать, что математическое ожидание кси от t это математическое ожидание нашей функции от ню. Да, я еще раз напоминаю вам, что на самом деле функция ню параметрически зависит от t, но я специально не пишу этот параметр, поэтому несогласованность некая несогласованность этих формул не должна вас удивлять. В левой части есть зависимость от t, в правой нет, я это имею в виду. Я просто убрала зависимость от t как от параметра функции g, поэтому формально справа стоит число, да, вот слева функция, справа число. Нет, это не так. Так вот, как нас учит наука? Если у случайной величины есть плотность, да, я весь прошлый семестр своих студентов по-моему замучила этой фразой, да, но поскольку здесь есть люди, которые меня не слушали, вот вы ее послушаете в первый раз. мы занимаемся контекстовой заменой. Вот вместо буквы m мы ставим интеграл от минус бесконечности до бесконечности, сюда ставим плотность и дальше пишем dx. Да, вот это все вместо одной буквы m. Понятно, да? Вот если у вас у случайной величины есть, у случайной величины вот той, которая здесь стоит в аргументе, есть плотность вероятности, это абсолютно непрерывно распределенная величина, то вы всегда можете написать вот вместо буквы m вот такую штуку. А дальше вы вот сюда перед этим ставите вот эту букву g и пишите вместо n ту переменную, которой вы объявили переменное интегрирование. Да, понятно, переменное интегрирование совершенно немая переменная, хотите x, хотите y, хотите какая-нибудь еще заколючка. Так вот, перед вот этой плотностью вы ставите вот ту же самую букву g, да, и в аргумент ставите переменную интегрирование. И это будет правильная формула. То есть можно в принципе не понимать, что там написано, но такую контекстовую замену делать. Ну, а дальше вот все-таки уже придется приложить некий разум и подставить явный вид функции g и явный вид плотности. Да? Значит, поскольку плотность, здесь плотность ню, она без зависимости от t, да, это просто плотность случайной величины ню, и больше ничего. Она, если вы помните, была равна единице на отрезке 0,1 и нулю вне него, поэтому реальная интеграла останется по отрезку 0,1. Дальше я подставляю явный вид функции максимум из x и t. Только не надо писать ню, да, у вас же теперь функция от аргумента x, поэтому будет максимум из x и t. Ну, дальше p ню у нас единица, ну и дальше будет dx. Ну и больше проблем тут дальше нет, можно взять этот интеграл легко, да, для этого надо промежуток интегрирования разбить на две части, да, максимум из x и t dx, да, разбить на две части. Зачем? Для того, чтобы точно знать, чему равен максимум. пока у нас x меньше t, значит, это будет интеграл от нуля до t, максимум будет равен t, да, пока x меньше t, у вас максимум равен t, t dx, так, и плюс интеграл от t до единицы, да, если у вас x больше t, то максимум равен xx dx. Ну, если вы посчитаете этот интеграл, вы получите ровно то же выражение, которое мы уже с вами получили. t квадрат плюс единица минус t квадрат и все это пополам. t квадрат единица минус t квадрат. Вот. Как видите, для того, чтобы получить этот ответ, нам не потребовалось знать одномерное распределение, а мы воспользовались хорошо известной формулой, вот этой вот. Она особенно красиво выглядит и удобно для использования, когда у вас случайная величина имеет абсолютно непрерывное распределение. Понятно, что если бы не имело дискретное распределение, как, скажем, в предыдущей задаче, то вместо интеграла появилась бы сумма, а структура формулы бы осталась той же самой. Вот. Значит, вот такая вот история. И если мы захотим последняя часть этой задачи, мы хотели бы чтобы хотели бы найти еще ковариационную функцию этого случайного процесса. Давайте я напомню, что это такое. Последняя часть задачи R от T S это по определению коэффициент ковариации это буквка V между кси от T и кси от S А сам коэффициент коэффициент ковариации давайте я напишу давайте хорошо, давайте я все формулы напишу, просто чтобы вам напомнить. По определению это математическое ожидание кси от T минус M кси от T умножить на кси от S минус M кси от S вот так он определяется но эта формула не всегда удобна для расчета значительно чаще удобнее пользоваться вот такой формулой математическое ожидание произведения минус произведение математических ожиданий в нашем случае это заведомо удобно потому что мы знаем чему равны математические ожидания вот это равно что у нас там получилось единица плюс T квадрат пополам я в такой форме напишу мы же знаем мы же вы только что нашли и это тоже мы знаем надо букву T заменить на S ничего нового не будет значит по сути дела нам остается найти только математическое ожидание произведения здесь тоже можно искать двумя путями но из которых один заведомо слишком сложный да то есть можно попытаться найти двумерное распределение да найти F2 от X T Y S да это по определению вероятность того что X от T меньше X и X от S меньше Y да а дальше найти математическое ожидание произведения как двойной как интеграл двойной да по двумерному распределению будет X на Y и дальше будет вот вот эта вот штука да по X и по Y да то есть нужно взять дифференциал этой функции по X и по Y вот вот этой вот от X T Y S ну формально от минус бесконечности до бесконечности да но там у нас время где-то будет ноль где-то единица то есть дифференциалы будут равны нулю но формально вот так да это вот двумерный аналог того что мы делали когда первый раз считали математическое ожидание ну так вот если вы попытаетесь вот это дело сделать ну вот если кто-то любит заниматься подобным крохоборством да и анализировать какой из неравенств выполнено в нужном месте да то милости прошу да понятно что это максимум из T и N меньше X максимум из T и N меньше Y да ну то есть это значит вот надо все взаимоотношения между X S T и Y выписать и в каждом случае пытаться понять чему равна вероятность но этого мало потому что когда вы получите функцию распределения нужно проверить на скачки да где у нее скачки чтобы потом понять как устроен вот этот интеграл то есть это совершенно неподъемная задача можно конечно в ней очень долго ковыряться и все аккуратно делать но никто не мешает нам пойти вот при расчете этого математического ожидания по тому пути по которому мы шли только что да вот это произведение XI от T на XI от S это тоже некоторая специфическая функция от ню от одной переменной ню да то есть если я в явном виде поставлю математическое поставлю случайные процессы то я что получу максимум из T и ню умножить на максимум из S и ню еще раз да уважаемые студенты это не разный ню это одно и то же ню то есть это некая новая специфическая функция давайте я обозначу G большое от ню да математическое ожидание вот такой функции да ну соответственно я получаю как нас учит наука говорит возьмите интеграл от минус бесконечности до бесконечности от функции G от X да подставляя вот в этой конструкции вместо ню X дальше будет плотность ню от X DX одномерный интеграл да в отличие вот от этого случая где интеграл двумерный да здесь интеграл одномерный еще раз да потому что в выражении для случайного процесса одна случайная величина то есть у вас реализации случайного процесса устроены так вы разыгрываете ню и дальше двигаетесь по траектории типа максимум да то есть пока вы находитесь по времени левее чем ню у вас будет т да а потом как только вы перевалите через т вы дальше будете двигаться по прямой да то есть вот в этой ситуации нету разных ню это одно и то же кому как да ну я просто формально подставил кси от такое кси от с такое и все ничего тут нового появиться не может этого просто не дано ну и дальше что мы получаем понятно что во-первых наша ковариационная функция симметрична да но это можно вот по этой формуле понять по определению да хотите по какой да поэтому всегда можно считать что с и т как-нибудь упорядочены другое упорядочение будет приводить нас к ну просто надо будет поменять местами переменные и все значит ну пусть у меня ну скажем т меньше либо равно с меньше или равно единице да то есть если нарисовать на оси времени да ну это действительно ось 0 t s единица ну и все да вот так они устроены и я сразу получаю что моя ковариационная функция да если я буду продолжать это интеграл от произведения двух максимумов и при вот таком расположении t у меня естественно разбить мой интеграл путь интегрирования на три части от нуля до t от t до s и интеграл от s до единицы да дальше будет максимум из x и t максимум из x и s и dx да параметры t и s считаются фиксированы вот так как они тут нарисованы ну и дальше понятно что я буду иметь плотность вероятности равна единице да я ее убрала и соответственно дальше я получаю равняется только это не r от t а это что математическое ожидание произведения давайте я сотру а вам придется замазать математическое ожидание x от t на x от s ну я получаю когда x у меня меньше t максимум здесь равен t и здесь равен s да в силу ну вот здесь я нахожусь x соответственно я получаю интеграл от нуля до единицы t на s от нуля до t да от нуля до t дальше плюс интеграл от t до s тогда у меня вот этот максимум становится равным x да вот когда я в этом промежутке а второй остается равным s и интеграл dx ну и плюс интеграл от s до единицы да тогда у меня оба максимума равны x и x да dx ну с вашего позволения не буду досчитывать этот интеграл да значит это m кси от t а ковариационная функция еще раз напомню она равна математическому ожиданию произведения минус произведения математических ожиданий единица плюс t квадрат пополам на единица плюс s квадрат пополам да то есть на этом пути как вы понимаете во-первых интеграл одномерный во-вторых его взять легко никаких проблем со скачками да потому что у нас все есть функция от абсолютно непрерывно распределенной величины ню у которой непрерывная функция распределения существует плотность вероятности никаких проблем со скачками ничего то есть вот этот путь конечно здесь куда более эффективный и куда более короткий чем попытка рассчитать двумерное распределение хотя если вы все правильно посчитаете в двумерном распределении вы тоже должны получить вот тот ответ который здесь получается разумеется я думаю что я успею решить еще одну задачу за эти 10 минут последнюю на этом семинаре задача сформулирована так случайный процесс кси от t задан следующим образом t квадрат минус минус или плюс поставить дать плюс поставить 2 бета t плюс альфа квадрат для красоты альфа квадрат да все правильно чтобы были все размерности одинаковые для всех t больших либо равных нуля где альфа и бета независимые случайные величины помните аббревиатуру независимые случайные величины и обе они распределены стандартно нормально нужно найти вероятность того что вероятность того что все задан процесс все известно какая случайность какая зависимость от t нужно найти вот такую хитрую вероятность вероятность того что кси от t равно нулю хотя бы при одном t больше или равном нуля вот такая вероятность что траектория этого случайного процесса вот мы да по сути дела о чем о вероятности какого события идет речь мы берем все возможные траектории да некоторые траектории пересекают ось ну или касаются ее а некоторые вообще не пересекают эту ось вот вероятность показывает долю траекторий которые либо пересекают то есть либо ее касаются да вот эту вероятность мы будем искать и если вы вот это чувствуете да как всегда да у вас есть многообразие траекторий если вы не понимаете вероятность чего надо считать замените вероятность на чистоту возьмем кучу траекторий значит нас интересует доля траекторий у которых выполнено вот это условие Но если так, давайте посмотрим, как вообще могут быть устроены траектории. Значит, вот эта формула означает, что у вас плотность α, не знаю, какой переменный, давайте я напишу все-таки на всякий случай от z, то есть плотность β от z имеет вид стандартной нормальной гауссовой плотности, да, единица на 2π, e в степени минус и z квадрат пополам для всех z от минус бесконечности до бесконечности. Вот так. И по виду плотности мы всегда можем сказать, какие значения принимают данные случайные величины. Как это делается? Вот там, где плотность тождественной 0, те значения случайной величины не принимают или принимают с вероятностью 0. Здесь плотность отлично от нуля на всей числовой прямой, значит α и β могут принимать любые числовые значения. Соответственно, если я посмотрю на многообразие своих траекторий, да, что я делаю? Я смотрю на многообразие своих траекторий. При t у меня коэффициент положительный, значит, любая траектория будет парабола рогами вверх, да, но при этом могут быть разные ситуации. Вот если я буду рисовать, ну, мне приходится писать омега, чтобы отличать от, не знаю, можно не писать, но мне кажется, что так лучше. Значит, вот я пытаюсь нарисовать разные траектории. Вот у меня благоприятная траектория, да, вот еще благоприятная траектория, да, вот другая, я их разными нарисую, да, у нее два положительных корня или касающиеся траектории. Это, так сказать, благоприятные траектории. Да, а еще могу нарисовать неблагоприятные траектории. Вот такая или такая. Да, у нее есть корни, но они все отрицательные. Это неблагоприятные. Ну и тогда что у нас получается? Да, если мы внимательно смотрим на эти картинки, да, мы просто представляем себе все многообразие траекторий и выделяем среди них те, которые удовлетворяют нужному нам условию. Да, не пугаемся, хотя условие само выглядит достаточно устрашающим, да, потому что t у нас пробегает несчетное множество значений, мы хотим хотя бы при одном t, да, это, в общем, целая история. Тем не менее, если вы представляете себе все многообразие траекторий, то вы довольно легко сообразите, какое должно быть условие на альфа и бета, чтобы траектория попала в категорию благоприятных. Какое должно быть условие? Во-первых, у нее должны быть корни, да, хотя бы один. Значит, первое условие – это дискриминант, но здесь удобнее дискриминант на 4, да, потому что у вас двойка там стоит. Это бета квадрат минус альфа квадрат должен быть больше или равен нуля. Да, вот наше событие, которое нас, да, а еще какое условие должно быть? Больший из корней должен быть положить неотрицательным, да, значит, больший корень, я не знаю, как его обозначить, да, вот мы рисуем траекторию, значит, получается, не знаю, как, t со звездочкой, да, корень, больший корень этой параболы. Да, что у нас там получается? Минус b плюс минус корень из дискриминанта, да, минус b, больший корень, плюс корень из бета квадрат минус альфа квадрат должен быть больше или равен нуля, правильно? Вот, это благоприятные траектории. Они определяются вот этими условиями. Соответственно, наша вероятность, которая нас интересует, это просто вероятность события для случайной величины, для двух случайных величин. для двух случайных величин. Наша вероятность, та, которую мы ищем, это вероятность того, что бета квадрат минус альфа квадрат больше или равно нуля, а также, что выполнено второе условие, тоже больше или равно нуля. Ну и дальше мы просто аккуратно расписываем эти неравенства, получаем вероятность того, что модуль бета больше или равен модулю альфа. А что касается второго корня, да, ну давайте я напишу это неравенство так, корень из бета квадрат минус альфа квадрат больше или равняется, чем бета. Ну, с первым неравенством все понятно. Что касается второго, то давайте-ка мы его устно попробуем решить. Да, все-таки мы уже большие с вами, да, такие неравенства попробуем решить устно. Так что мы имеем, да, при отрицательных бета неравенство заведомо выполнено, то есть любые отрицательные беты и любые альфа нас устраивают. А если бета положительный, мы возведем это дело в квадрат, да, спокойно, и получим минус альфа квадрат больше или равно нуля, да, что дает нам только альфа, равное нулю, которое нас, в общем, мало волнует. Значит, решением этого неравенства будет бета меньше или равно нуля, и тогда я вместо бета, модуля бета могу писать минус бета, минус бета больше или равняется модулю альфа. Вот теперь нам надо найти эту вероятность. И все, да? Я думаю, что мне на это потребуется не больше трех минут, да, потому что я точно знаю, как распределены альфа и бета, и тут у нас выступает на первый план стандартная формула для расчета вероятностей, ассоциированной с двумя случайными величинами. Еще один алгоритм, которым я мучила в прошлом семестре своих студентов. Да, если у вас есть вероятность, ассоциированная с любыми двумя случайными величинами, то вы пишете ее как двойной интеграл. Вот здесь под интегралом пишете только плотность. Ну, давайте я напишу от А и Б, чтобы было видно. ДА, ДБ. Вот это все закоречки, которые я сейчас понаставила, это вместо вот этого знака вероятности. Это интеграл от совместной плотности. А дальше вы берете то, что написано в условии под знаком вероятности, вместо бета пишете Б, а вместо альфа пишете другую переменную интегрирования. У вас плотность вероятности имеет аргументы, ассоциированные со значениями случайных величин. Вот аргумент А ассоциирован с альфа, а аргумент Б с бета. И в соответствии с этой заменой вы переписываете область из-под знака вероятности. Я получаю минус бета, минус Б больше или равняется модулю А. То есть на плоскости я получаю двойной интеграл, по некоторой области Д я ее сейчас нарисую, а вместо плотности вероятности подставляю ее явный вид. Единица на 2π, Е в степени минус А квадрат плюс Б квадрат пополам, ДА, ДБ. Область Д я сейчас просто изображу. Она очень легко рисуется. Решение этого неравенства устроено так. Вот это у меня А, вот это у меня Б. Б у меня только отрицательные, а вот это ограничение дает мне, понятно, да? Б равно А, и Б равно минус А. Да, вот эти две дают ограничения, и модуль А у нас должен быть меньше, чем Б, то есть это должно быть, да, модуль А должен быть больше, чем модуль Б. Это значит у нас, какие А? Да, это большие по модулю А, значит, вот эти области, да? Правильно? Вот это неравенство дает, да? Вот либо внутри этого угла, либо вне него. Ну вот если подумать, нас устраивает А бесконечно большое по величине, то есть на краях этой, значит, это внутренность, внешность этого угла. Вот. Значит, вот это область Д. Ну и это тоже она же. Это у нее два куска. А теперь, уважаемые студенты, кто может сказать, чему равен этот интеграмм? Давайте я его представлю в полярных координатах сначала. Да? Получаю. Единица на 2П по той же области Д, но в полярных координатах. Е в степени минус R квадрат пополам. Не забываем, якобиан. И мы видим, что у нас область имеет такой характер бесконечного сектора. Да? И мы получаем от нуля до бесконечности R, Е в степени минус R квадрат пополам ДР. И интеграл единицы на 2П, ДФИ, ну, по некоторой области. Давайте-ка я просто ее обозначу. ФИ большое. Да? Для некоторых полярных углов. Вот тех, которые там нарисованы. Понятно, да? Вот. ФИ, которые попадают вот в эти диапазоны, и дают мне ограничение ФИ большое. Понятно, да? Первый интеграл чему равен? Ну, прям нулю. Это полная производная. От Е в степени минус R квадрат пополам. Да? Ну, с точностью до знака минус. А этот чему равен? Он равен доле заштрихованных областей по сравнению со всем кругом. Одна четвертая. Одна четвертая. Да? Это же что? Это равномерное распределение на интервале 2П. Да? Вот когда у вас точка имеет нормальные координаты, ее полярный угол имеет равномерное распределение. Вот и все. Значит, соответственно, ответ в этой задаче одна четверть. Вот. Вот и все. До сегодня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok